Прежде чем начать изучение Python в Maya, давайте рассмотрим, как происходит взаимодействие между Maya и пользователем и как Python встроен в это взаимодействие. Центром всего является ядро Maya. Это то место, где происходят все события, вся основная работа. И с другой стороны находится пользователь, который с этим ядром должен как-то взаимодействовать, отдавая ей команды, что именно нужно сделать. Но на самом деле нет никакого способа пользователю напрямую воздействовать на ядро. Для этого есть специальная прослойка, которая называется API. Application Programming Interface. Это программный интерфейс, который содержит ряд специальных команд, поддерживаемых ядром. И пользователь должен вызывать именно эти команды. А API уже знает, как передать их в ядро и получить обратный результат. И все взаимодействие пользователя и ядра происходит только через этот API. В состав этого API можно условно включить C++ классы, MEL и Python. Это те три языка, на которых мы можем создавать команды для ядра. Но нам, конечно, неудобно работать с ядром только с помощью команд. Нам нужно какое-то визуальное отображение того, что происходит в сцене. И для этого у нас есть графический интерфейс, который содержит различные элементы, включая, например, Viewport. Перспективная проекция трехмерной сцены, в которой мы, собственно, работаем. Кроме Viewport, интерфейс имеет также множество кнопок и менюшек. И когда мы производим какие-либо действия в интерфейсе, например, выбираем какой-то пункт меню или нажимаем кнопку, или что-то делаем в трехмерном Viewport, интерфейс генерирует для нас команду, которая отправляется в API, далее в ядро. В ядре происходят какие-то изменения и возвращается результат, который немедленно отображается в интерфейсе. И мы видим результат выполнения нашей команды. То есть интерфейс это помощник, который позволяет увидеть, что происходит в сцене и помогает нам генерировать команды для ядра. Но кроме такого способа генерации команд через интерфейс, у нас также есть возможность создавать команду вручную с помощью текста. Для этого в Maya существует специальное окно, которое называется Script Editor. Это окно позволяет видеть, какие команды создает интерфейс для отправки в ядро, а также создавать свои команды и отправлять их точно так же, как это делает интерфейс. Но позже мы с ним еще разберемся. Кроме скриптов, то есть сценариев выполнения ряда команд, мы также можем писать плагины или модули, которые встраиваются в API. Эти модули создают новые команды или ноды, которые расширяют функционал Maya. Но они не являются полноценной частью API. Просто они взаимодействуют с API на более низком уровне. Что бы мы ни делали в наших модулях, они все равно сначала отправляют данные в API, а потом оттуда эти данные отправляются в ядро. Точно так же работают любые команды и ноды, которые есть в Maya. В нашем случае Python является языком, на котором мы можем писать как простые скрипты в виде сценариев, так и модули, добавляя новый функционал для программы. Так и модули, которые расширяют стандартный функционал Maya. Итак, мы выяснили, что у Maya есть ядро, с которым мы можем взаимодействовать только с помощью API. Программным интерфейсом, содержащим ряд команд. Для упрощения взаимодействия между пользователем и API у нас есть графический интерфейс. Но наша задача генерировать команды с помощью Python, то есть составлять скрипты, чем мы и начнем заниматься со следующего урока.